Платок свободы, который существовал, она была запрещена властью. То есть, та музыка, которую мы слушали, мы получали большим трудом из-за границы, и здесь она никак не издавалась. И мы хотели делать то же самое, что мы слышали на пластинках. То есть, это был естественный, нормальный образ жизни. То есть, мы жили путем играния музыки и выражали себя таким образом. 1972 год. Борис Гребенщиков с другом детства Анатолием Куницким собирает группу. Правда, в отличие от своих кумиров битлок, используют непривычные для рока инструменты. Велончель, флейту, 12-струнную гитару. Долго не могут придумать название. Однажды, проезжая мимо одного из ленинградских кафе, увидели вывеску «Аквариум». Название понравилось своим звучанием, и только спустя несколько лет стало понятно, как они угадали, сравнив свое творчество с жизнью в аквариуме. ПЕСНЯ 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 Михайловский замок. Памятник Российской империи. И кто бы мог подумать, что это место, а вернее лестница перед Михайловским замком, войдет в историю еще и как первая концертная площадка для всех нелегальных рок-музыкантов Советского Союза. И, кстати, многие ленинградцы впервые услышали голос Бориса Гребенщикова именно здесь. Мы ведем войну уже 7-10 лет. Нас учили, что жизнь – это бой. До наступления эры перестройки в Ленинграде все неформальные и негосударственные концерты были запрещены. Музыканты рок-групп собирались в скверах, парках, парадных, на крышах домов, где придется, но только не в концертных залах. И практически все подобные нелегальные концерты молодого аквариума закрывались на первой песне. Приезжала милиция, отбирали гитару, увозили в отделение, писали письма в вузы. Своего комсомольского билета студент ЛГУ Боря Гребенщиков лишился после очередного нелегального концерта, когда арестовали всю группу за исполнение песен на английском языке и обвинили Гребенщикова в антисоветчине. Вязали, допрашивали, шли телеги в институт, из института могли выгнать. Когда из института выгоняли, выгоняли обычно под набор в армию. Значит, сразу-то ехал на защиту границы и оттуда уже не музыкантом возвращался, как правило. И чтобы хоть как-то уберечь себя и свою музыку от нападок, группа «Аквариум» придумала свой способ. Ноу-хау того времени – концерты на квартирах. Тихоря собирались, смотрели, чтобы никто у подъезда не дежурил в виде «Черной Волги» и чего-то прочего. Собирались там негромко, на акустических гитарках, под портрейн все это исполнялось. Но это собирали по рублю, по три рубля, по-разному бывало. Иногда ничего не собирали. «Аквариум» чаще выступал. И будь я проклят, если это мираж. Вообще, что это было такое? Это были сплошные перформансы, которые сейчас возведены, так сказать, в ранг. А тогда они, в общем, были абсолютно естественным каким-то существованием. Такого не было нигде. Я говорю, что это было похоже на Амстердам. Вот я сегодня понимаю, что... Да и Амстердам, наверное, сегодняшний отдыхает по сравнению с Питером тех, как бы, времен по состоянию. Потому что вот накопилось целое поколение там с разницей в 10-15 лет вот такой вот блок людей, которые жили, так сказать, каким-то таким, каким-то таким вот, не знаю, сумасшедшим сообществом. Угол на пересечении Владимирского и Невского проспектов был максимально приближен к рок-клубу, который находился совсем рядом, буквально через дорогу на улице Робинштейна, 13. А здесь находилось культовое место для всех ленинградцев – кафе «Сайгон». В начале 80-х здесь собиралась вся прогрессивная советская молодежь. Тогда здесь было лютно, шумно, накурено. Здесь варили настоящий кофе, что было по тем временам большой редкостью. Люди сидели прямо на подоконниках, пили портвейн, огдам за 2 рубля 2 копейки, играли на гитаре, читали самознатовские книги. И со всем этим активно боролась милиция. И каждый вечер отсюда неформалов увозили в отделение. И среди этих неформалов зачастую был и Борис Гребенщиков. Ну, естественно, сейчас легче. Потому что есть люди, для которых то, что им не дают играть концерты, было очень хорошо, потому что они не умели играть. И особенно их не очень интересовало. А то, что их запрещают, придавало им большую славу. То есть можно было стать очень известным музыкантом, не сыграв в жизни ни одной ноты. Поскольку меня интересует именно сыграть ноты, и написать песни, и их спеть, то теперь мне гораздо удобнее, потому что мне не препятствует моему творчеству. В 1987 году режиссер Сергей Соловьев снимал картину о современной молодежи, о том, что происходило в стране. Он попросил своих ассистентов сделать подборку песен всех советских рок-музыкантов. Принесли огромный мешок с последними записями. Соловьев отобрал кассет 10, попросил найти всех этих исполнителей. Он долго не мог поверить, что все, что ему показалось в созвучном времени, написал один автор, Борис Гребенщиков. Они созвонились и договорились встретиться на телевидении. У него это был такой как бы переломный момент. Их первый раз пустили в Останкино. Вот я целый день говорю, ну, скажите, в какое время, так сказать, вот вы сможете подъехать, я выйду, так, в холл. Мы назначили время, я говорю, обождите секунду, не вешайте трубку. А как вы выглядите? Тут была чудовищная пауза, потому что он понял, что, имея дело с редким лохом каким-то, просто таким даже неизвестным ему породой. Он говорит, я, знаете, такой, так сказать, вот довольно худощавый, так сказать, блондин. Я говорю, я на всякий случай буду держать газету в руке. И вот мы как два подпольщика, так сказать, встретились в Останкино и там договорились о встрече. Ну, а дальше уже пошло-поехало. Под небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, Все травы... Писали финал к «Черной розе», да? Писали финал, и Борька говорит, а уже поздно было, часов 10-11 на студии здесь, на Мосфельном саде. Вот. И Борька говорит, нет, что-то тут неправильно, понимаешь? Вот хочется такого, понимаешь, какого-то народного звучания, знаешь, Чтобы как в опере Мусоргского все это было, я говорю. А нас четверо, звукорежиссер, я и Борька. Я говорю, какой Мусоргский? Ну, он у нас, это самое, говорит. Он говорит, нет, нужно что-нибудь придумать. И мы действительно пошли по студии, Охранников собрали, уборщиц, еще кого-то. Я пел, Боря пел, все пели, звукорежиссер пел. Все пели. Ой, быканах, ой, быканах. Я Сергея Александровича люблю, и все, что он говорит, для меня подобно священному писанию. Он меня запускает в студию и говорит, делай все, что хочешь. А потом я возьму себе то, что мне подойдет. Я говорю, отлично, это мне подходит. И поэтому мы многое, что записывали. Что-то он брал себе, что-то мы брали себе, что-то мы брали сообща. Главное, что он давал мне возможность записываться, когда больше было негде записываться. И я ему страшно за это благодарен. Нравится книга? Ну, временами скучно, но поучительно. А ты что, действительно сам эти песни сочиняешь? Да нет, что вы. Только такой необразованный мужик, как вы можете знать песен Гребенщикова. Кто это? Бог от него сияние исходит. Ведь Боря очень мощная, так сказать, стилеобразующая фигура. Это картины наши с ним. Вот картины, которые Асса, они с одной стороны мои картины, но с другой стороны это наши с ним картины. И для зрителей это наши с ним картины. Понимаете? Вот раньше бывало, гулял Козлодоев, глаза его были пусты. И свистом всех женщин взывал Козлодоев заняться любовью в кусты. С наступлением свободы в стране музыкант Борис Гребенщиков уже не мог сидеть на одном месте в Ленинграде. В 1988 году лидер группы «Аквариум» уехал в Нью-Йорк для записи нового альбома на английском языке. До меня только доходили легенды, что приехал настоящий американский продюсер, знакомый со всеми битлами и роллингами. И он Борьку везет в Америку, и они будут записывать пластинку, и ему будут аккомпанировать лучше вот у него завтра встреча с Харрисоном, а послезавтра с Миком Джеггером. И, конечно, чувство жгучей зависти меня переполняло. Но мы все очень надеялись, что вот он и будет первый, кто откроет дверь всем музыкантам нашим туда. Потом-то мы поняли, что эти двери так просто не открываются. Но тогда я с ним очень переживал и страшно хотел, чтобы все получилось. А жалко, что он вернулся. Ну, как-то было такое... Нет, я бы гораздо больше расстраивался, если бы он не вернулся. Я очень люблю с ним видеться. Так в Америке нет за чем оставаться, потому что я научился тому, чему я хотел научиться, приобрел необходимые навыки, а музыку на английском языке очень много хорошей пишут. И люди, которыми я искренне восхищаюсь, это на русском не пишут. А на английском я научился то, чему хотел, и поехал назад в Россию с этим умением, его применять. Но у вас был шанс проложить какую-то дорожку для наших российских музыкантов? Нашим российским музыкантам нечего делать на Западе. Пусть они завернут подолу и возвращаются назад, потому что они нужны в Тюмени, а не в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, кроме них, есть еще музыканты, и они, как правило, на 2-3 головы выше. Гребенщиков считает, что не принадлежит ни к одной из конфессий. Любую духовную практику ему заменял рок-н-ролл до тех пор, пока не стало требоваться что-то еще. Так в жизни музыканта появился буддизм. Своё увлечение этой религии Гребенщиков комментирует так. Буддист – человек, у которого доброе сердце. Если спросить, кто в Буре – небесный гражданин. Сложно ли быть тем самым гору, человеком, за которым идут, может быть, даже миллионы? Они идут не за мной, они идут за своей собственной душой. Я просто им даю зеркало. То, что я делаю, я делаю для себя и для Бога, на самом деле. И каждый раз, когда я играю концерт, я играю концерт для Бога, который в данный момент воплощен в этих десятках, сотнях людей или тысячах людей, которые сейчас находятся в зале. Так меня научили. Это самый лучший метод. И поэтому, когда я пою, я точно так же поступаю. Не покидай меня, мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так страшно без тебя. В нем есть такая харизма, которая, безусловно, действует. И если она уж на мужчин действует, то на женщина она действует, безусловно. Вот эта мистификация, которую он довел до высшего разряда, блистательную, это блистательная актерская работа, которая не заканчивается 24 часа в сутки. Он настолько свободен, что может позволить себе из года в год разыгрывать любые образы. Душа у него божественная, я бы сказал. Он благодатный человек такой, магический. Он скромен, спокоен, тих. Ему не нужно пиариться. Он совершенно лишен каких-либо искушений тщеславных. Это не нужно. Он самодостаточная личность. Человек. У меня такое ощущение, что ему гораздо больше лет. Почему-то. Может быть, потому что у него очень насыщенная жизнь. И то, что 50, мне кажется, что, ну, я знаю других людей, которым 50 лет. И, на мой взгляд, это еще очень молодые люди. А папа, мне кажется, взрослым и мудрым человеком, как будто ему уже 80, например. Я его понимаю. Это уже много, на самом деле. Потому что многие просто не понимают своих отцов. Я думаю, что он понимает, но настолько, насколько это возможно. Часто ли вы смеетесь? Не знаю. Дальше. Бывает ли, что вы плачете? Все время. Что может вас растрогать? Все, что угодно. Не знаю. Чего вы боитесь? Понятия не имею. 50 лет – это конец этапа или начало нового этапа? Это просто еще один день. Все. 2003 год. Ему 50 лет. Он дает концерт в Кремле, получает орден за заслуги перед Отечеством, подписанный указом президента. Но ко всем своим заслугам сам Борис Борисович относится с юмором. Даже на концерт в Кремле он согласился только ради того, чтобы в свой день рождения с друзьями смотреть себя по телевизору и пить виски. Вы знаете, вот когда устроили университет в Петергофе, устроили концерт его, я пришла на этот концерт. Пожалуй, это был такой первый концерт, где он с группой так выступал. И у него была такая какая-то песня замечательная. Он был такой в голубых джинсиках, в голубой рубашечке, тоненький такой. Он падал на колени, протягивал руки в зал и пел «Развяжите мне руки». И зал воем отвечал ему. А потом, когда выходили, я слышала один другому, говорил «Ты видела мужика, который сидел рядом, когда Боря пел? Прекрасный дилетант. Чего же ты ждал?» Он плакал. Я пришла к Боре и сказала «Боренька, один такой концерт – это оправдание всей жизни». Самое время перейти эту реку в брод. Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку в брод.